Еще раз добро всем, дорогие участники. Я закрываю уже опрос, чтобы он нам не мешался во время презентации. Спасибо большое всем. Я передала уже результаты его спикерам. Этот вебинар вам представляет capers.org. И от всей нашей команды я очень рада приветствовать вас сегодня. И перед тем, как я представлю наших спикеров и передам им слово, расскажу о портале capers.org. Центр ресурсов гражданского и политического взаимодействия capers.org предлагает широкие руководства и пособий на различные темы для гражданских активистов, материалы, прошедшие вебинары, записи, презентации, стенограммы, интерактивные курсы для самообучения, базу данных для некоммерческих организаций, а также анонсы вебинаров и других мероприятий по всей России. И на ближайшее время у нас запланированы вебинары на следующие темы, как техника и приемы выработки креативных решений, презентации проекта, слагаемые у всех, и правовые аспекты краудфандинга. И следите за анонсами на нашем сайте capers.org и в соцсетях, и узнайте о начале регистрации первыми. И чтобы вы смогли это узнать, я еще раз вам скину ссылки на наши профили в соцсетях и на сам сайт capers.org. Одну секундочку. И сейчас перейдем уже к представлению самого вебинара. И сегодня выберем у нас о краудфандинге. И своими экспертными знаниями с вами поделятся представители планеты.ру Василина Горовая и Алексей Сахаров. Во время вебинара вы сможете задавать вопросы спикерам. И вопросы пишите, пожалуйста, в общий чат. Я их буду передавать Василине и Алексею, и они на них ответят в конце вебинара. Не отчаивайтесь, если на ваш вопрос не ответят сразу, мы просто их собираем и будем отвечать на них в конце. И интересного вам вебинара. И приглашаю Василину начать вебинар слова «Вам, Василина». Нас слышно? Напишите, пожалуйста, плюсики, если нас слышно, если нас видно, чтобы мы были уверены. Прекрасно. Плюсики посыпались. Это хорошо. Хорошо. Замечательно. Еще раз, коллеги, доброго дня, вечера. Судя по тому, какая география была записана в чате, нас действительно очень много. Это очень приятно. Мы, наверное, сначала представимся. Алексей Сахаров, мой коллега по планеты.ру, специалист по благотворительному краудфандингу, и вообще большой специалист в принципе в сфере работы с НКО, в НКО. В общем, Леша сам, наверное, лучше расскажет. Дорогие друзья, всем добрый день. Меня зовут Алексей. Я являюсь руководителем благотворительных проектов на платформе планета.ру. Долгое время работал в некоммерческом секторе, в крупных российских, международных организациях, в самых разных направлениях благотворительных. Поэтому готов поделиться теми знаниями, которые имею, не только в сфере работы НКО, но и взаимодействия некоммерческих организаций в формате привлечения средств через краудфандинговую платформу, в частности, планета.ру. Спасибо. Василина Гравай, я руководитель отдела по работе с проектами. И, собственно, все то время, что планета существует, это два с половиной, уже скоро будет три года, я работаю на данной площадке. И, наверное, так громко говорить, но, тем не менее, считаю себя пионером в краудфандинге, потому что мы все дружно это все дело хорошее запускали. Наверное, стоит также сказать и проговорить, что такое краудфандинг, потому что очень многие, казалось бы, знают, или, может быть, знают, но не полностью понимают. Вот чтобы у нас не было сразу вопросов с терминологией, давайте начнем с понятия термина краудфандинг. Вообще, примитивным языком, это система привлечения финансирования для реализации идеи. И ее отличие, этой системы, от других систем финансирования в том, что благодарность за поддержку вашего проекта, авторского проекта, автор, прошу прощения за повторение, тем или иным способом благодарит за вклад, за финансовый проект, он благодарит человека определенной вещью, или действием, ну и так далее и тому подобное. То есть, если человек решил вложить небольшую сумму денег в реализацию данной задумки, то, например, он получил благодарность, спасибо в социальных сетях. Либо, если он вложил, наоборот, какую-то крупную сумму, он получил что-то невероятно большое, важное, не знаю, например, ужин с автором проекта, и возможность с ним пообщаться лично и непосредственно, прийти на презентацию данного проекта и так далее и тому подобное. Фактически, краудфандинг позволяет достичь двух целей. Первая цель – это, прошу прощения, финансирование. То есть, это непосредственное привлечение денег для того, чтобы автору воплотить желаемое в жизнь. И второй, и очень-очень важный момент – это привлечение аудитории к данной теме, к данному проекту. Это, на самом деле, очень важный фактор, который стимулирует, наверное, не знаю, треть наших авторов на планете запускать проект. Потому что, если о вас пока не знают, краудфандинг – это возможность заявить о себе и рассказать широкой аудитории. Дальше расскажем, каким образом именно это реализуется. Ну и для того, чтобы продемонстрировать, что наши слова – не пустой звук, а действительно реальные воплощенные проекты, мы решили продемонстрировать вам статистику. Самая такая жирная, толстенькая сумма – это данные, сколько в общем и целом на планете наши авторы собрали средств за два с половиной года существования площадки. 171 миллион пятьсот. И причем эти цифры, на самом деле, не совсем корректны, потому что презентацию мы высылали заранее, и сумма уже подросла. Но сумма за прошлые годы, естественно, не изменялась. И для того, чтобы вам продемонстрировать динамику, мы решили еще добавить статистику по прошлым годам. 2013-2012. Ну, 14-й вот только недавно закончился, поэтому мы решили его отдельно не давать. Вы видите, да, разницу. У меня не так хорошо с математикой, сколько это 550% прирост, или сколько будет корректнее, да. Но, как вы можете видеть, просто даже по наличию нулей цифр динамика очень-очень активная. И, в частности, естественно, и вам, и нам было интересно узнать, какая же динамика в категории благотворительность, потому что все-таки на планете можно заводить разного рода проекты, творческого характера, социального благотворительного, бизнес-характера, технологические проекты и так далее. Конкретно категория благотворительность, это на настоящий момент, даже, опять же, не 280 успешных проектов, а, наверное, 285, потому что это данные, опять же, пятничные. Дальше, это, вот вы видите, 35 миллионов, ну, почти 36 миллионов, это сумма сбора только благотворительных проектов. Помните, да, прошлый слайд? 171 миллион 500 – это все проекты. 35 800 – это только благотворительность. Это такой существенный кусок. Ну и, наконец, опять же, данные прошлого года, надо, чтобы была понятна динамика, это 27 миллионов. Ну, то есть, опять же, понимаете, что прошлый год был таким показательным, и хочется верить, что все продолжится в том же темпе, по крайней мере, данные января нам в этом позволяют убедиться. Вот мы с Лешей до вебинара говорили, он сказал, что прошлый кризис насколько... Ну, собственно, по исследованиям, по международным исследованиям индекса благотворительности есть следующие данные, что, к примеру, в США в период кризиса в 2008 году число благотворительных пожертвований выросло на 26%, и хочется верить, что та ситуация, которая сейчас складывается в стране, не снизит показатели по благотворительности в сфере краудфандинга, а наоборот, повысит их. Ну, дай бог, хочется верить на самом деле. Ну же, пух. Итак, дальше. Немножечко об истории развития краудфандинга в НКО. Это Лешин блог. Поехали. Хочу подробнее рассказать, почему все больше и больше некоммерческих организаций начинают пользоваться краудфандингом для привлечения средств под свою деятельность общественную, благотворительную. Собственно, самыми классическими источниками финансирования для некоммерческих организаций долгое время существовали и именно государственные гранты, как на федеральном, региональном, городском уровне. Также были международные гранты, которые давали благотворительные организации, крупные международные фонды. Ну и, собственно, сейчас активно начинают вливаться в деятельность благотворительности и содействовать благотворительности бизнеса, общества. По каждому из пунктов хочется сказать следующее. Каждый из этих источников финансирования имеет свои определенные минусы, ограничения, почему многие некоммерческие организации не всегда могут привлечь финансовые средства из данных источников. Если говорить о грантовых конкурсах, то региональные грантовые конкурсы, городские грантовые конкурсы, они предусматривают совсем небольшие суммы финансирования. К примеру, когда я еще жил в городе Архангельске, суммы финансирования составляли в год на годичный проект не более 70 тысяч рублей. Сейчас они выше, но это, как правило, сумма не более 100-150 тысяч рублей. И их не всегда достаточно для того, чтобы реализовать проекты, которые делают некоммерческие организации. Если говорить о федеральных грантовых конкурсах, то не все организации знают, как получить это финансирование, как правильно подготовить заявку. Существует очень жесткий конкурсный отбор, поэтому там сумма побольше, но, к сожалению, не все организации могут получить эти федеральные гранты из президентского фонда через операторов. Если говорить о международных донорах, то после введения закона об иностранных агентах многие некоммерческие организации отказались от финансирования со стороны международных агентств. Ну и на данный момент действительно бизнес начинает активно поддерживать благотворительность, но бизнесу важны не только социальные проекты, но и проекты, которые имеют некую маркетинговую составляющую и будут выгодны для самой организации. Опять же, не каждая некоммерческая организация знает, как правильно взаимодействовать с бизнес-сообществом, с крупными бизнес-корпорациями для того, чтобы получить финансирование, получить поддержку с их стороны. Ну и, собственно, поэтому многие организации используют различные варианты получения финансирования, минуя вот эти основные источники финансирования. В частности, многие организации проводят крупные массовые мероприятия по сбору денежных средств, это могут быть благотворительные баллы, это могут быть концерты, это могут быть какие-то очень интересные новые формы, которые придумывают каждый год благотворительные организации по всей стране. Это один из вариантов финансирования. Если говорить о боксах для сбора благотворительных пожертвований, то многие из вас наверняка используют их в своей работе. Но по факту мы очень часто видим в торговых центрах, в просто небольших кафе обычные стандартные боксы для сбора благотворительных пожертвований, которые у кого-то не вызывают доверия. Люди не верят, что средства дойдут до конечного получателя, либо эти боксы совсем скучно выглядят и не привлекают внимания. Лишь немногие некоммерческие организации в последнее время начали уделять этому внимание, и часть организаций разрабатывает свои какие-то уникальные, интересные боксы, которые привлекают внимание. Есть какие-то интерактивные моменты в этих боксах. И, собственно, люди охотнее жертвуют в такие специализированные боксы, которые привлекают внимание. Можно сказать о крупной организации Красный Крест, в частности, Российский Красный Крест. У них, например, есть членские карточки, которые в свое время через профсоюзные организации распространялись по всей стране. Человек мог приобрести эту членскую карточку, сделать некий членский взнос и тем самым поддерживать организацию. Но, опять же, вот относительно таких постоянных членских взносов, кроме как у Красного Креста я не слышал относительно других некоммерческих организаций, чтобы они это использовали. С появлением интернета, естественно, наверное, большинство, а сейчас уже, наверное, практически все организации некоммерческие используют социальные сети, создают свои сообщества и через эти сообщества стараются привлекать денежные средства. Но тут важно отметить следующий момент. Вот группы, которые создаются в социальных сетях, в частности, под, например, адресную помощь, они требуют дополнительной проверки со стороны самого пользователя. Потому что есть огромное количество сообществ, которые являются дублями официальной группы и вроде бы все одно и то же, но счет может быть выставлен совсем другой и это группы, которые состоят в мошеннике. Поэтому для того, чтобы прежде чем жертвовать денежные средства через социальные сети, всегда очень важно проверять информацию, звонить по телефонам, которые указаны, дополнительно смотреть сайты организаций, сравнивать верный ли номер счета, верный ли номер телефона, уточнять, если это адресная помощь, уточнять об этом у самих людей, которые просят этой помощи. Ну и последнее время многие некоммерческие организации на своих официальных сайтах запускают платежные системы, где любой пользователь, который заинтересовался некоммерческой организацией, может сделать пожертвование через сайт, прямо на сайте, любыми удобными для него способами. Но тут очень важный момент в том, что не каждый сайт является популярным. Проходимость сайта организации может быть не очень высокой и тогда вот эти платежные системы, которые размещены на самом сайте, они являются неэффективными. Именно поэтому многие некоммерческие организации пользуются краудфандинговыми платформами. В частности, мы будем рассказывать о нашей краудфандинговой платформе Планета.ру, есть отдельный раздел благотворительности, там собраны исключительно проекты, которые направлены на благотворительную помощь. Опять же, проекты общественной значимости, социально значимые проекты. Вообще, я немножко дополню Лешу. На самом деле, когда мы запускали раздел благотворительность, который, откровенно говоря, не совсем свойственен к краудплощадкам, мы преследовали как раз несколько целей. Тот вариант привлечения средств, о котором говорил Леша, через социальные сети, это та система, которая, откровенно говоря, подорвала к себе доверие именно из-за количества мошенников. И мы как раз преследовали, когда запускали раздел благотворительность, цель проверки каждого проекта каждого автора. Об этом мы еще поговорим. И вот то, опять же, тот еще один инструмент сбор средств на сайте. Его минус в том, что он позволяет привлечь внимание только уже сформировавшейся аудитории. То есть, у вас есть сайт, и вы только уже для своей публики рассказываете о том, какой у вас сейчас идет проект, какие у вас цели. А краудфандинговая площадка позволяет расширить эти рамки за счет того, что у нас много проектов. И даже если человек пришел не поддержать благотворительный проект, а, например, это фанат какой-то музыкальной группы или он хочет поддержать именно этого писателя, он как бы, проходя мимо, еще увидит ваш проект, и эта тема вдруг ему кажется интересной, а он не знал о ней, но он не мог просто прийти к вам на сайт, потому что для него раньше такой проблемы, например, не существовало. А здесь вы его можете зацепить, прошу прощения за это какое-то циничное слово, благодаря тому, что он просто проходил мимо совершенно с другой целью изначально. Ну и, наверное, здесь как раз та самая отличительная черта, которая, в отличие от всех тех каналов привлечения денег, которые рассказал Леша, наша отличительная черта, как мы проверяем все наши проекты? Наверняка у вас такой вопрос есть. Ну, хочу сразу сказать о том, что на нашей платформе мы не берем никакой комиссии с благотворительных организаций, и это такая прям существенная отличительная особенность от других краудфандинговых платформ. Ну и, естественно, мы уделяем особо большого внимания проверки тех проектов, которые поступают к нам в раздел благотворительность. Мы смотрим не саму организацию, сам проект. И работаем в рамках благотворительности только с некоммерческими организациями, благотворительными фондами, общественными организациями. Почему только фонды, только некоммерческие организации? Потому что фонд выступает в качестве гаранта того, что денежные средства поступят на счет организации, будет расходовано по целевому назначению. Кроме того, если это адресная помощь, то фонд берет на себя полностью всю ответственность за проверку документов относительно конкретного ребенка или группы детей или какого-либо другого благополучателя. организация сама проверяет всю эту информацию, поскольку у нас огромное количество проектов. Мы, к сожалению, не можем заниматься еще и тем, чтобы проверять информацию. Эта информация проверяется исключительно некоммерческими организациями. Мы запрашиваем у некоммерческих организаций необходимые нам документы, это свидетельства о регистрации, это устав. Все это в очень доступной форме, то есть вы можете просто отсканировать, сделать фотографии этих документов и отправить нам. Это нас очень отличает, к примеру, от грантовых конкурсов, где вам необходимо заверить документы, прислать эти документы, что требует дополнительного времени. Мы обязательно смотрим на историю самой организации, насколько успешные проекты реализуются самой организацией, какой у нее есть успешный опыт, какие есть конкретные показатели по тому, что проделала организация. Естественно, к нам поступают заявки от немерческих организаций, которые совсем недавно зарегистрированы. Для того, чтобы узнать больше этой организации, проверить, насколько надежна эта организация, мы можем попросить рекомендательные письма со стороны организаций, с которыми вы уже сотрудничали, либо это со стороны органов государственной власти, с которыми так или иначе вам приходится взаимодействовать. Ну и, естественно, смотрим на отчетность. Если некоммерческая организация существует уже долгое время, то логично посмотреть те отчеты и финансовые, и публичные, не финансовые отчеты, которые вы размещаете на своих сайтах. Ну и дальше перейдем к, наверное, самому актуальному вопросу, который у многих, судя по вашим ответам на опросы, есть. Обязательные элементы краудфандингового проекта, без чего он просто быть не может. Вот это стандартная страница краудфандингового проекта, будь то благотворительный, будь то творческий, неважно, это видеообращение. Видеообращение – это 2,5-минутное, 3-минутное объяснение, кто вы такие, что у вас за цель, почему вам стоит доверять и так далее. Об этом сейчас поподробнее расскажем. Дальше. Текстовое описание проекта. Все то, что некоторые люди любят прочитать, а не посмотреть, нужно записывать сюда, демонстрировать, иллюстрировать. В общем, все то, что вы хотите донести до аудитории в текстовом формате, нужно писать сюда. Дальше. Финансовая цель и период сбора. Вот это очень важный момент. Это обязательный элемент краудпроекта. Краудфандинг, которая очень про лимиты, потому что лимиты – это действительно отличный стимулирующий фактор. Если вы четко знаете, сколько вам средств необходимо для реализации вашей идеи, и четко понимаете, к какому числу эти деньги вам нужны, это для аудитории гарант того, что вы серьезный человек, что вам доверяете, что вы серьезно подходите к делу, которое делаете. Это первый момент. И второй момент – это, опять же, мотивация для аудитории поспешить вас поддержать. Потому что если вы не даете дедлайна по завершению проекта, вы говорите, вот мне нужно, например, 200 тысяч рублей, вот просто нужно. Это не дает понимания человеку, что вам нужны деньги эти как можно быстрее, а зачастую так оно и происходит. А когда мы лимитируем время, тогда аудитория быстрее вкладывается. И как обычно в случае со студентами, школьниками, и на самом деле в последний день очень часто появляется больше людей, которые хотят поддержать, потому что прекрасно понимают, что время поджимает, завтра я уже деньги в этот проект не смогу поддержать. Ну и стоит, наверное, дополнить Василину по поводу благотворительных проектов. Вы можете обозначить какие-то конкретные сроки проекта. Но если вы видите, что у вас есть еще силы для продвижения проекта и не достигнута финансовая цель, вы всегда можете связаться с менеджером по благотворительности именно со мной. И, соответственно, мы продлим Ваш проект на необходимый срок. Да, есть у нас такие условия. И, кстати, вот еще один маленький момент, даже на самом деле большой момент, который мы не проговорили раньше. Леша уже упоминал, что мы не берем свою комиссию с благотворительных проектов. Это первый, скажем так, наш шаг навстречу некоммерческим организациям. И второй наш шаг навстречу – это в отличие от всех других проектов в других категориях мы выплачиваем всю ту сумму, которая была собрана. Ну, то есть даже если вы не собрали 100%, даже если вы не собрали 50%, все деньги вы обязательно получите для реализации своей идеи. Ну, просто потому что в случае благотворительных проектов средства нужны всегда, неважно в каком объеме, это просто необходимо. Это наш необычный отход от правил. Ну и, наконец, четвертый пункт, составляющий краудфандинговый проект – это акции вознаграждения, о чем мы уже неоднократно говорили. То есть это все те вещи, которые люди получают в благодарность за их вклад. Вот в частности в данном проекте, к сожалению, очень мелко видно, вы видите, что за 100 рублей человек просто поддержал, если не ошибаюсь, без вознаграждения проект. Уже за 500 рублей он получил, по-моему, почтовую открытку, если мое зрение не изменяет. Дальше за 1000 рублей получил там открытку и отчет о том, как удалось реализовать благотворительный ужин, возможно, даже с фотографиями, ну, в общем, со всей той необходимой информацией, которую хотел донести фонд. И, наконец, пятая составляющая любого проекта – это продвижение. Сейчас, ссылочку. Это продвижение. Без продвижения ни один проект не собирает. Ну, я, по крайней мере, даже, может, я какое-то исключение не исправила. Заниматься продвижением, рассказом о проекте нужно, важно, и чем больше и серьезнее будете работать в этом направлении, тем больше будет финансовый результат, который появится в финале. Итак, давайте буквально пару слов уделим видеообращению текстовым описанием. Я, так сказать, услышала Лешин запрос. Он сказал, что вот в частности у меня в моей работе благотворительных проектов вот это два обычных кампаний преткновения. Итак, видеообращение и рекомендации. Во-первых, хронометраж рекомендую не более двух с половиной, ну, максимум трех минут. Вы прекрасно понимаете, что мы с вами находимся в сети интернет, где внимание очень быстро и легко рассеивается. И если мы с вами не успели за эти первые секунды привлечь аудиторию, зацепить с чем-то, заинтересовать, заинтриговать, то мы фактически человека потеряли. Видеообращение важно и нужно. Еще один, который здесь не прописан, но очень многие авторы нам задают вопрос при запуске. Скажите, а обязательно ли мне делать видеообращение? Ведь действительно, в очень многих проектах, если вы посмотрите, нет видео, есть просто картинка, иллюстрация. Да, действительно, вы можете поставить картинку, но, откровенно говоря, по нашему опыту эффективность снижается на 50%. Ну, то есть в два раза снижается вероятность того, что вы соберете всю необходимую сумму. Опять же, потому что аудитория видит не вас, а картинку. Соответственно, у них уже возникает некое подозрение. Понятно, что мы проверяем перед запуском каждый благотворительный проект. Это наша репутация, это наша уверенность в том, что цель будет выполнена. Однако, уверенность аудитории все равно, она ниже, да, и завоевать это доверие его необходимо. Ну, опять же, видеообращение, оно делает сам проект более живым. Пользователь видит конкретных живых людей, а не просто голый текст. Ну и, соответственно, в трех минутах видео можно очень детально рассказать о самом проекте. Кто-то просто не читает текст, кто-то просто смотрит видео, если оно присутствует на странице, если это видео имеет определенную эмоциональную окраску, соответственно, вот именно этими эмоциями, там, какой-то дополнительной музыкой, какими-то очень яркими словами вы всегда можете привлечь пользователей, и они согласятся поддержать ваш проект, поучаствовать в нем. Да, ну и еще один момент, это фабула, которая в таком стандартном формате в презентации. Не вижу смысла он, я сейчас проговариваю, вы все можете прочесть, вы не обязательно должны придерживаться в жесткой форме этой фабулы. Естественно, вы можете менять какие-то мысли местами, ну то есть рассказать о своей команде, например, о том, что вы сделали в финале, да, а сначала заострите внимание на непосредственно актуальные ваши цели. Но так или иначе, всегда видеообращение должно содержать вот такой, не знаю, кульминационный момент в виде призыва к действию, потому что вы рассказали о вашей идее, вы продемонстрировали, как работает ваша команда даже, ну вдруг у вас удалось это вам сделать за три минуты. В финале обязательно скажите, зачем все это было? Ну вот мы сейчас с Лешей говорим, да, зачем все это, мы скажем в финале. Вот. Дальше. Прошу прощения. Текстовое описание. Очень, да, тоже важный момент, на который Леша жалуется. На самом деле мы не всегда видим на самой заявке, на что привлекаются средства, на что конкретно направлен проект, и поэтому чаще всего проекты отправляются на доработку с нашими рекомендациями. Кто-то из авторов прислушивается к этим рекомендациям, кто-то нет, но это абсолютно право авторов. С моей стороны я только могу дать какие-то рекомендации по тому, как улучшить проект и сделать его более эффективным в плане сбора. Естественно, наверное, большинство из вас писали описание проектов, занимаются социальным проектированием, поэтому описание самого проекта благотворительного, оно отличается немногим от, собственно, описания самого социального проекта в формате, там, грантовых конкурсов, но оно просто более живое, и есть те основные моменты, которые обязательно должны присутствовать. Это вы кратко описываете свою организацию, то, чем вы занимаетесь, какого года, например, существует ваша организация, каких результатов достигла ваша организация. Не стоит в описании проекта добавлять активные ссылки на свой сайт, потому что есть отдельный раздел у нас на платформе, это сайт, где вы детально описываете деятельность своей организации, помещаете туда все активные ссылки, поскольку любая активная ссылка в описании проекта, она уводит пользователя со страницы проекта. Основная цель – это оставить пользователя, заинтересовать пользователя и сделать так, чтобы пользователь поддержал ваш проект. И меньше думал, как бы это грубо не звучало, но мы очень часто это говорим авторам, позвольте пользователям меньше думать. Чем меньше у них возникнет вопросов по ходу знакомства с проектом, тем быстрее он примет решение его поддержать. Если, как Леша сказал, будут дополнительные ссылки или какие-то сложности у него понимания, то это большая вероятность, что человек просто уйдет и не поддержит ваш проект. – После того, как вы кратко описали свою организацию, вы переходите к актуализации проблемы, то есть говорите, какая проблема существует, описывайте то, что вы хотите улучшить. Соответственно, после того, как вы описали проблему, вы пишете ту идею, ту цель, которую вы ставите для решения данной конкретной проблемы. После этого очень кратенько даете мини-смету, ставите финансовую цель, описываете, зачем вам необходимы денежные средства, на что пойдут эти денежные средства. Любому пользователю всегда очень интересно узнать, на что он жертвует, на что пойдут эти средства. Поэтому лучше очень кратенько прописать основные строки расходов, на что вы собираете денежные средства. – Извините, пожалуйста. Очень важный момент. Леша говорил о смете. Я сразу, чтобы вопрос не понять лишний, вам не нужно добавлять гигантский Excel-документ с стоимостью каждого, не знаю, стула, который вам необходим для, например, организации мероприятия. Естественно, это не требуется, но главное вам просто, как-то правильнее сказать, тезисно объяснить, на что именно нужны деньги. Например, на мебель, на технику, ну и когда-нибудь и тому подобное. Потому что это вызывает больше доверия. – Ну и, собственно, завершайте само описание проекта, так же, как и в виде обращения каким-то ярким призывом к участию в проекте. Лучше не использовать слова пожертвования, помощь, лучше использовать слова поддержка, участие в проекте. Ну вот примерно в таком позитивном русле предложить свою идею пользователям в плане поддержки. – И очень важный момент, который я каждый раз прям доношу максимально вот в мозг. К сожалению, к нам очень часто приходят проекты на модерацию без картинок. И это довольно плохо. Мы с вами, конечно, уже вышли из того возраста, когда нас можно было заставить читать только книжки с картинками, но тем не менее во многих еще жив ребенок. И как раз картинки, иллюстрации, фотографии вашей команды и так далее и тому подобное – это прекрасная возможность ограничить ход мысли пользователя. Он увидел картинку, благодаря картинке понял за несколько секунд суть проблемы и принимает решение поддержать ваш проект. А если бы не было картинки, то эта мысль длилась бы гораздо дольше, и человек мог бы уйти. Используйте иллюстрации. Это очень важно, это очень интересно, это сильно облегчает понимание сути и, опять же, привлекает внимание к вашей идее. Вот таких вот, да, ой, прошу прощения, вот таких вот текстов, я вас умоляю, быть не должно. Это очень плохо, когда у нас с вами гигантский, гигантская простыня или колбаса текста, как вам больше нравится ее называть. Обязательно разбавляйте картиночками. Если вернуться, опять же, вот к этой картинке, вы видите на картинке… Какая-то история. Вы можете использовать фотографии не только… Нас не слышно? Если кому-то еще не слышно, напишите, пожалуйста. Уже слышно, отлично. Прекрасно. Розой. Собственно, вы можете добавлять фотографии не только на обложку проекта, но можете добавлять их и в само описание проекта. Например, вы пишете какой-то краткий блок по деятельности организации, вы можете прикрепить фотографию с волонтерами, либо с сотрудниками организации, либо с каких-то конкретных акций, да. Если вы описываете, что вам необходим там ремонт помещения, либо описываете какое-то конкретное интернатное учреждение, которое вы поддерживаете, то тоже будет очень хорошо, если вы прикрепите дополнительно еще и фотографии. К тому же для вас это прекрасный возможность использовать в будущем их в картинке, знаете, было-стало. Это очень такой стимулирующий фактор для людей еще и в будущем поддерживать вас. Ну вот по поводу было-стало, тут можно добавить, что на странице проекта есть большое количество разделов, это и комментарии к проекту, где вы можете общаться с пользователями, это и новости, которые вы можете добавлять в сам проект, когда они появляются, да. Опять же, в этих же новостях вы можете разместить информацию о том, как завершился проект. Есть отдельно удобная кнопка, где вы можете одним нажатием отправить эту новость всем людям, которые поддержали ваш проект. В этом плане платформа очень удобна. Да, Леша, очень важную сейчас мысль произнес. Дело в том, что когда вы заводите свой проект и вас поддерживают, тот минимум информации, да, который мы собираем от пользователей, а это электронная почта, это, ну, не всегда имя, да, но как минимум электронная почта сохраняется и у вас. То есть для вас краудфандинговый проект завершенный, это готовая база тех людей, которые вас уже поддерживали, соответственно, они вам доверяют, и будущие проекты они будут поддерживать еще более охотно. Ну, представляете, да, что у вас база людей, которые не просто, ну, знаете, как в социальных сетях ставят мне нравится лайк там и все, что угодно. То есть это такая немножечко инертная все-таки аудитория. А это люди, которые вас поддержали рублем, и это огромный плюс для вас наличие вот такой базы. И, соответственно, с каждым новым проектом эта база будет только расширяться. Ну, это возможно при том условии, если вы будете активно делиться результатами по итогам проекта, будете показывать тем людям, которые поддержали ваш проект, на что были израсходованы средства, дадите какой-то яркий, интересный отчет, живой о том, что прошло в рамках этого проекта. Тогда лояльность к вашему проекту повышается. Если вы один раз запустили проект, никаким образом не отчитались по израсходным средствам, то, скорее всего, тот пользователь, который один раз поддержал ваш проект и не увидел какого-то результата, он больше не поддержит этот проект. Поэтому отчетность, она всегда важна. Форма намного легче, нежели там при предоставлении отчетность по грантам, но она также является важным компонентом. Ну, да, форма отчетности на самом деле минимальная, в том смысле, что вам нужно просто сделать несколько фотографий, как реализовано, мероприятие, да, там ремонт проведен и так далее и тому подобное, и поблагодарить аудиторию за то, что это стало возможным. Дальше мы расскажем буквально в двух словах о нескольких проектах успешных, которые были реализованы. Начнем мы с проекта рекордсмена, это строительство центра для животных «Мокрый нос». Они к нам пришли с огромной финансовой целью, как нам казалось, ну и на самом деле она действительно гигантская. И еще больше они нас, конечно, поразили, когда они эту финансовую цель преодолели. В итоге ими были собраны 5 миллионов практически 400 тысяч рублей. Сумма огромная. Фонд строил, ну и вернее продолжает строить огромный центр для животных, который будет предоставлять возможность ухаживать за собаками, кошками. У них на самом деле крупный рогатый скот, у них даже лошади есть. Ну, в общем, это действительно огромное пространство. Вот. И такой финансовый результат им позволил достичь огромной работы. В частности, они очень много работали с известными людьми, которые их поддерживали в видеоформате. Они очень хорошо работали со средствами массовой информации. Естественно, они уже работали с теми, кто их ранее поддерживал, активно проводили мероприятия для того, чтобы рассказать о своем проекте офлайн. В общем, действительно подключили все свои ресурсы. Можно посмотреть на нашем сайте по запросу «Мокрый нос». Более подробную информацию просто в новостях проекта даже вы увидите о том, как было бы они делали. Веселина сказала о том, что активное участие принимали известные люди в данном проекте, которые публиковали информацию о проекте, призывали поучаствовать в проекте в своих сообществах, в социальных сетях, среди своих подписчиков многочисленных. Вы можете дать вопрос, как быть в том случае, если это небольшой город. На самом деле всегда есть известные люди, которые имеют поддержку, доверие со стороны населения. Это могут быть ведущие местных каналов, которых можно привлечь к проекту. Это могут быть какие-то известные молодежные группы в молодежной среде в конкретном городе. Это могут быть общественные деятели, культурные деятели в регионе. Поэтому, привлекая таких людей в свой проект, вы значительно повышаете эффективность данного проекта в формате сбора средств. А еще мне сейчас мысль пришла в голову. Если, опять же, это запрос, вернее, маленький город, и мы реализуем какую-то цель в небольшом городе, всегда же есть прекрасные люди, которые из этого города уехали в свое время, но очень часто они поддерживают своих земляков. По многим, наверное, проектам это можно продемонстрировать. Может, не благотворительным, но я знаю, такие творческие проекты, которые так выстреливают. Следующий пример также наш рекордсмен, но не по собранным средствам, хотя в том числе и по ним, а скорее даже по количеству запущенных проектов. Вера – это наш самый первый автор благотворительный, самый первый фонд, с которым мы начали работать. Первый проходец, так скажем. Мы ему очень сильно благодарны за то, что они не побоялись сделать этот шаг, как оказался им, естественно, очень волнительным и страшным такими годами назад, но благодаря своей смелости и, наверное, веры, веры, веры в нас. У них все получилось. Мы действительно были очень удивлены, когда, готовясь к всему вебинару, считали количество проектов, которые были запущены фондом. Ну, 33, мне кажется, очень красивая цифра, надо ее увеличить. Ну, собственно, тут можно говорить очень долго о этой организации, потому что она достаточно известная. Это фонд, который помогает хосписам, фонд, который помогает людям с неизлечимыми заболеваниями. В частности, это, например, может быть оборудование, с которым конкретный ребенок может находиться дома, а не в больнице длительное время и получать соответствующий ход именно на дому, а не в больничной палате. Проекты фонда веры, они очень часто на крупные суммы, но, как правило, практически все проекты достигают финансовой цели за счет того, что о фонде знают. У фонда есть большое количество приверженцев, которые поддерживают активно их деятельность, их проекты не разовой помощью, а систематической основой. Далее пример с образовательным центром Китиш. Мы намеренно добавили в пример этот проект. Дело в том, что они заявили, как вы видите, цель в практически полтора миллиона рублей, а собрали чуть меньше 200. На самом деле этот проект тоже успешный. Во-первых, потому что мы всем благодарительным проектам выплачиваем средства, сколько бы их не было собрано. А во-вторых, они нашли инвестора благодаря проекту. Нашлась организация, которая увидела проект на нашем сайте, вышли напрямую на саму организацию. Как раз почему важно заполнять раздел сообщества, указывать свой телефон, ссылки на группы в социальных сетях, на официальный сайт для того, чтобы любой заинтересовавшийся человек мог связаться с организацией в случае, если они поддержали, например, проект на очень крупную сумму или это, например, какая-то компания, которая хочет поддержать организацию. На вот эту организацию вышли как раз, увидев их проект на нашей форме напрямую и поддержали вот той суммы, которая была необходима на строительство детского образовательного центра и, соответственно, сбор на планете плюс помощь инвесторов помогла авторам достичь в итоге финансовой цели и, насколько я знаю, что у них строительство вот этого образовательного центра практически завершено. Ну вообще между нами, 67 участниками вебинара, такие ситуации происходят все чаще, когда благодаря проекту о фонде, о проблеме узнает инвестор или инвесторы, и это происходит и в категории благотворительности, в творческих категориях, ну во всех. Все чаще и чаще такие прецеденты случаются, и это невероятно приятно, что даже если проект не собрал необходимую сумму на ресурсе у нас, все равно он нашел поддержку, а для этого мы и работаем, собственно, это очень важно и приятно. И, наконец, проект, который мы также решили намеренно добавить, то есть если мы раньше говорили о более или менее известных именах, о более или менее известных фондах, которые уже на слуху, то вот благотворительный фонд «Теплое детство» — это как раз маленький фонд, правильно же? Фонд из города Архангельска, собственно, почему мы взяли данный фонд и их проект в качестве примера, дело в том, что за небольшой промежуток времени, это практически полгода, они создали более шести проектов, каждый проект, средний сбор составляет порядка 130 тысяч рублей, если, например, это сравнить с теми же региональными грантовыми конкурсами, то это 130 тысяч рублей — это бюджет, например, на один проект на год. Ребята отлично собирают средства, в течение двух месяцев они могут собрать эти 130 тысяч и активно заниматься своей деятельностью, минуя грантовые конкурсы, привлекая денежные средства под свои проекты. Это проект, направленный на помощь детям-отказникам в больницах, первые средства гигиены и прочие нужные вещи для детей. Соответственно, вот буквально сегодня пришел проект, который направлен на съемки фильма касаемо данной тематики с дни-отказниками, и ребята не боятся подавать новые проекты, у них появились активные, постоянные пользователи, которые постоянно поддерживают проект из проекта в проект. То есть фонд получил доверие со стороны пользователей, и сейчас любой новый проект становится успешным за счет того, что они наработали аудиторию, запустив первый раз проект на нашей платформе. Если я не ошибаюсь, это все примеры, да, все примеры, которые мы хотели провести и готовы выслушать, вернее, прочесть ваши вопросы, видим, что они приходят. Кстати, вот пока читаем вопросы, вам огромное спасибо за то, что вы такие активные, потому что я вижу, во-первых, очень много вопросов, во-вторых, цифра 68 участников, которая совсем незначительно меняется в плюс или в минус за все время. Это, конечно, очень здорово. Спасибо вам большое. Итак, вопрос Богомаза Юрия. Были на платформе проекты в области потребительской кооперации? Я, честно говоря, читала это чуть-чуть пораньше, и Юрий сказал, если мы не знаем, что такое потребительская кооперация, значит, у нас не было таких проектов. Вот, к сожалению, сочетание потребительской кооперации у нас не было на планете. Возможно, если вы как-то иначе это назовете, то мы сможем привести пример, и наверняка что-то было. Но я могу сразу же сделать пометку, что, например, потребитель может подавать какой-либо проект, но, скорее всего, он не попадет в раздел «обтворительность». Да, действительно, это не коммерческая организация, но, как правило, в уставе данной организации прописано, чем они конкретно занимаются. И мы всегда смотрим, соответствует ли проект той уставной деятельности, которая прописана в уставе. И, соответственно, скорее всего, этот проект попадет в раздел «общество», но в разделе «благотворительность» мы размещаем только проекты от благотворительных фондов, общественных организаций, которые занимаются общественной благотворительной деятельностью. Но вот потребительский кооператив, он, к сожалению, в горе благотворительности никак не попадает. Спасибо. Следующий вопрос от Лавриченко Влада. Здесь правильно произнесла фамилия. Как вы определяете, в какой степени Планета.ру участвует в продвижении того или иного проекта и какие основные каналы продвижения? Спасибо. Вообще, по умолчанию, наша политика и политика любой краудфандерной площадки едины. Продвижением проектов занимается актор. Это логично просто с той точки зрения, что это менее эффективно нам в площадке участвовать в продвижении. Вспоминая нашу работу двухлетней давности, когда мы с каждым автором индивидуально занимались продвижением, прописывали план и полностью были включены в развитие проекта, мы тогда напоролись на очень много проблем. В первую очередь, динамикой сбора. Когда мы, Планета, рассказываем о проекте, нам меньше доверяют, потому что доверяют автору. И когда автор сам рассказывает о своем проекте, это куда больше вовлеченности, больше доверие со стороны Аури к нему, как к реализатору и, естественно, к проекту, как к финальному итогу его. Однако, естественно, мы подключаемся к продвижению, если видим активную работу со стороны автора. Одни, если вы активно работаете, то одни вы точно не останетесь, просто потому что, когда мы видим то количество людей, которые заходят на проект, это называется трафик, сколько людей зашло на проект в единицу времени в день, например. Или мы видим, сколько средств было внесено в этот проект за данный период времени. Мы понимаем, что автор действительно очень много сил и внимания уделяет продвижению проекта. Естественно, в этом случае мы подключаемся. В частности, мы подключаем наш дайджест. Это рассылки, которые проводятся у нас раз в две недели, если я не ошибаюсь, по благотворительным. По благотворительным, если раз в месяц? А, в месяц. На самом деле, благотворительный наш дайджест, а эта рассылка по всем 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 пользователям планеты, только с благотворительными проектами. Это очень эффективный инструмент. Ну, то есть по тем пользователям, которые хотя бы раз поддержали на платформе planet.ru благотворительный проект, всем этим пользователям приходит особый благотворительный дайджест, в котором мы пишем о самых ярких, привлекающих внимание проектах, о тех проектах, которые активно продвигают себя сами. Естественно, мы готовы поддержать вот таким дайджестом, и он эффективно работает. Да, мы сравнивали эффективность особого дайджеста, то есть благотворительного дайджеста и нашего классического, который уходит по творческим бизнес-проектам. Он гораздо эффективнее, и действительно оттуда приходит очень много денег. Еще наш инструмент для продвижения проектов – это, естественно, наши социальные сети. Мы присутствуем в Facebook, ВКонтакте, в Instagram тоже присутствуем, но меньше им пользуемся, и это возможность, естественно, рассказать нашим подписчикам о проекте. Но опять же, для того, чтобы мы рассказали о вашем проекте в социальных сетях, у вас должен быть какой-то информационный повод интересный, которым мы можем поделиться с нашими подписчиками. Например, какие-то новости в рамках проекта, которые вы запустили, что уже что-то делается, или была проделана какая-то работа, либо это, может быть, появились какие-то новые, уникальные, интересные акции по вашему проекту. Это тоже может стать информационным поводом для освещения вашего проекта в наших социальных сетях. Да, ну и еще один инструмент – это наша главная страница, где также мы освещаем наиболее активные проекты. Ну, здесь я не знаю, что еще дополнительно сказать. На главную страницу ставим проекты, особенно отличившиеся. Ну и, естественно, если у вас, скажем так, возник какой-то кризис в проекте, он 100% возникает. То есть вы, например, хорошо стартовали, а дальше идет совершенно логичный спад. В этом случае менеджер в лице Алексея, он всегда с вами поможет, подскажет, какой инструмент еще можно использовать, как вам помочь продвинуть дальше проект. Все это мы, естественно, делаем. Далее, Богомаз Юрий. Юрий, молодец, два вопроса. Можно проконсультироваться перед размещением проекта на платформе? Да, безусловно? Да, конечно, конечно. Мы помогаем, подсказываем авторам, потому что прекрасно понимаем, что для вас это зачастую первый опыт и довольно сложно в первый раз скалфать. Ну, детальное консультирование, по большому счету, может занять до полчаса, поэтому мы можем обмениваться, например, контактами в скайпе и устроить небольшую скайп-конференцию по конкретному проекту, где проговорим каждый момент, каждый вопрос, который у вас возникнет, по каждому моменту, ответим на все вопросы, которые у вас возникнут. Естественно, консультация возможна. А Данилова Дарья тоже такой вопрос задавала. Дарья, вам привет, надеюсь, мы это уже ответили. Дальше Лариса спросила, особенности краудфандинга в России и на Западе, существуют ли какие-то различия? Да, безусловно, различий на самом деле миллионны, и это вообще отдельная тема для беседы, начиная, наверное, с того, что, естественно, далеко не каждая площадка занимается благотворительным краудфандингом. В общем, очень многие принципиально эту тему исключают из своих возможных категорий. Другие какие-то различия – это определенные условия, которые зависят уже от каждой площадки. Ну, то есть сказать, что, например, благотворительный краудфандинг за рубежом работает лучше, чем в России, я бы так утверждать не смогла. Все всегда зависит конкретно от вашего текущего проекта. Так что, ну, так же, как и с другими любыми разделами с творческими, к нам иногда приходят авторы и говорят, вот мы не знаем, запуститься у вас на колоните или, например, уйти на иностранную площадку на Kickstarter, например. Мы зачастую говорим, ну, вернее, сначала мы знакомимся с проектом и с аудиторией, понимаем аудиторию автора. А дальше очень часто бывает такой случай, что мы говорим, ребят, потренируйтесь пока на нас, потому что мы здесь вам сможем дать достойные консультации, когда это ваш первый проект. Первый проект очень сложно вести, потому что вы еще ничего практически не понимаете вот внутри, ручками вы этого еще не делали. А здесь мы можем что-то вам подсказать, проконсультировать, иностранная площадка этого делать не будет. Иностранные площадки вообще принципиально не работают с продвижением проектов и даже не консультируют. Максимум, что вы можете получить в ответ этой площадке, это причина, почему вам отказали в запуске проекта. Или запуск проекта, все. Никаких консультаций, никаких беден. Вот, так что серьезно, сначала порепетируйте на окошках, на нас в смысле, это очень полезно. Я даже сейчас не то, что свое болото хвалю, как тот кулик, а действительно считаю, что это будет гораздо эффективнее для вас. Зимин Михаил, пожалуйста, сообщите, какими финансовыми инструментами вы пользуетесь при сборе средств. Яндекс.Майни, переводы, мы еще об этом не говорили. Да, ты и я, кто ответит на этот вопрос. Михаил, у нас есть максимум всех инструментов финансовых, которыми можно пользоваться. Естественно, самые популярные – это банковские карты. У нас подключен платежный агрегатор. Соответственно, он обеспечивает нам максимальное покрытие различных систем перевода платежей. Это и Яндекс.Деньги, в том числе, которые вы здесь назвали. Это и веб-мани, это и терминалы Киви. В общем, на самом деле, все, что угодно. Единственное, чего у нас нет, это система PayPal, которая пока вот прямо на туго очень заходит в Россию, и у них пока очень сложные условия для работы именно с юридическими лицами. Но вот в настоящий момент я знаю, что эти проблемы наше руководство пытается решить на какой-то уже, по-моему, десятой встрече с PayPal. Я надеюсь, что это все удастся разрулить в ближайшее время. Далее, Семен спрашивает, как это оформляется в бухгалтерских документах НКО? Сумма идет напрямую в НКО или на ваши ресурсы, а потом от вас и на счет НКО? Собственно, все время, пока ваш проект является активным на нашем сайте, средства собираются на нашей платформе. После того, как завершен проект, с вашей стороны и с нашей стороны подписаны все необходимые документы. То есть к моменту запуска проекта мы подписываем между планетой и НКО договор о сотрудничестве. И после этого, значит, после того, как завершился сам проект, необходимо, опять же, подписать акт выполненных работ о том, что проект завершен и стороны не имеют претензий друг к другу. На момент получения оригинала всех документов, все документы передаются на оплату в бухгалтерию, и бухгалтерия единовременно переводит эту сумму на счет фонда. Кстати, вот сейчас очень важный момент, который мы не проговорили, надо его сказать, чтобы потом нас не начали обвинять. Когда мы говорили вам о платежных агрегаторах, это был прошлый вопрос, платежные агрегаторы свою комиссию берут с проекта. То есть мы свою комиссию не берем, а платежные агрегаторы ее берет. И в итоге до перечисления средств платежный агрегатор забирает, ну, скажем так, 5,9%. То есть вы получаете всю собранную сумму по итогам проектов за вычетом только этих 5,9%. Но это не является комиссией, это по большому счету операционные расходы, банковский перевод и платежные агрегаторы. Да, вот эта общая сумма 5,9% это как раз операционные расходы. Да. Так, дальше. Колесова Екатерина, надеюсь, тоже правильно произнесла. Если я вижу где-то мошеннический краудфандинг, что посоветуете делать? МВД категорически отказывается, чтобы это не значило. Что делать, если мы видим? Ну, нужно выходить, естественно, на первоисточник, искать первоисточник, да, потому что, как правило, мошенничество развивается в формате того, что есть реальный проект, есть второй дублированный проект, который берет с страницы официального проекта необходимые документы, размещает их также, использует там, допустим, логотип организации, еще что-то. Ну, да, в первую очередь лучше выйти на первоисточник, найти, кто действительно занимается сбором данных денежных средств, сообщить об этом. А там уже, как бы, вот, сам первоисточник может всегда обратиться в прокуратуру с заявлением о мошенничестве. И, в любом случае, поданная заявка, она должна быть рассмотрена и вынесется на какое-то решение по обращению. Далее. Генерал Вакутузов Вольга. Может ли иностранная некоммерческая организация создать краудфандинговый проект на вашей платформе? Иностранная некоммерческая организация может создать проект на нашей платформе только в том случае, если у нее есть представительство в Российской Федерации. Потому что нам крайне сложно проверить некоммерческую организацию, которая находится за пределами Российской Федерации. Ну, если там со странами СНГ мы взаимодействуем, то вот, например, некоммерческие организации нам крайне сложно проверить, поэтому обязательно должно быть представительство в России. Так, далее. Зимин Михаил. А через какой инструмент денег приходит больше? Предположу, наверное, что вы имели в виду через какой тип платежей. Да, правильно я понимаю? Да, я думаю, что так. Какой тип платежей самый популярный? Ну, у нас все рекорды бьют банковские карты, потому что это сейчас очень удобно. Это возможность перевести деньги совершенно точно без каких-то комиссий. Ну, за редким исключением, я так полагаю, какие-то может банки берут с каких-то определенных типов от комиссий. Ну, да, это самый популярный в настоящий момент тип перевода средств. Уже на сильно нижних местах, ну, то есть, вот прям второе место очень сильно отстает от первого, это Яндекс.Деньги и прочая-прочая система платежная. Так, дальше. Колесова Екатерина, а чистый фейк когда? А, ну, то есть, продолжение вопроса. А, это продолжение вопроса, да, я понял. Ну, собственно, я вам говорю о том, что в любом случае вы всегда можете писать заявление в прокуратуру относительно мошеннических действий. В любом случае вам всегда обязаны дать официальный ответ. Ваше обращение, оно никак не останется без ответа, потому что есть определенная процедура и, ну, как бы не дать ответа они просто не могут. Поэтому стоит обращаться, стоит пробовать и я уверен, что ответ на данный вопрос вы получите и действия со стороны там прокуратуры они будут. Спасибо, вопросы закончились. Спасибо огромное, что задавали такие хорошие вопросы и включались. Это очень приятно. Да? А еще есть один вопрос от Семена, я его сейчас вам скину. Так, что появился. Прекрасно. Как приятно ваша активность, это очень здорово. Мы тут вроде же сидим вдвоем в кабинете, а на самом деле так много людей, это очень здорово. Не очень ясно от вас в НКУ, что переводится как благотворительное пожертвование. Если это четко не писать, то могут быть какие-то из страны налоговые. Согласны с вами, Семен? На самом деле, смотрите, благотворительным пожертвованием считается то конкретное пожертвование, которое поступило от пользователя. Мы заключаем с организацией договор и, собственно, для некоммерческой организации мы прописываем в акте и при оплате следующее, что в рамках заключенного договора по сбору благотворительных пожертвований на платформе planet.ru указывается номер соглашения, дата соглашения. Мы осуществляем перевод денежных средств. Прямо четко прописать, что это благотворительное пожертвование мы, к сожалению, не можем, потому что если бы это было одно благотворительное пожертвование, которое пришло непосредственно к вам в организацию, это является благотворительным пожертвованием. К нам оно поступает как благотворительное пожертвование, но переводим мы средства по проекту сбора благотворительных пожертвований. не знаю ответил не ответил на ваши вопросы так есть еще один вопрос прекрасно так дымова татьяна мы хотим создать краудфанинговый проект для поддержки участия детей в разных психологических и длительных проектов например группах детей которые не могут сами себе оплатить участие как лучше это сделать на самом деле отличный вопрос относительно краткосрочных проектов и долгосрочных действительно мы приветствуем системные проекты которые имеют долгосрочную историю и их также можно запускать на нашей платформе но мы понимаем что есть ограниченное количество времени проект вы можете просто свой системный проект который является долгосрочным разбить на определенные этапы например зима весна осень и лето да и запускать эти проекты на определенный промежуток времени и собирать средства на конкретный срок реализации этого проекта еще один вопрос мироненко юрий что вы пишете в поле назначения платежа вот я прям сейчас конкретно вам не смогу ответить точную формулировку но мы указываем денежные средства по конкретному проекту сбора благотворительных пожертвований указываем собственно отсыл даем отсылку на тот договор который заключается между нами некоммерческой организации мы переводили денежные средства во многие некоммерческие организации делая у нас есть стандартная формулировка которая утверждена со стороны наших юристов и соответственно используя ее делали переводы некоммерческие организации каких-то особых вот вопросов по данному моменту не было так а в чем разница средства благотворительного пожертвования такие средства облагаются налогом ну естественно если средства поступают в организацию некоммерческую с пометкой что это благотворительное пожертвование соответственно налогом они не облагаются если этой пометки нету назначения платежа то соответственно организация обязана уплатить налог на прибыль я чувствую что нужно договор выставить всем участникам для ознакомления если вопроса больше нет спасибо большое спасибо нашим и запись на на нашем сайте через несколько дней может даже завтра и до встречи на новых вебинарах в которых мы вас обязательно повестим спасибо вам огромное еще раз спасибо еще раз спасибо василина и алексей рады будем видеть вас на нашей платформе спасибо всем огромное за участие за вопросы добрый вечер всем спасибо